МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомеле. Это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Около 250 экспертов из 26 стран мира на протяжении двух дней говорили о глобализации бизнеса и прямых иностранных инвестициях. В конце марта Гомель принимал Конгресс свободных экономических зон Северной и Восточной Европы. Сегодня в студии в компании компетентных специалистов подводим итоги этого масштабного события и комментируем мнение экспертов в области СЭС. Итак, встречайте гостей программы. Глава администрации свободной экономической зоны Гомель Ратон Антонина Ежова. Антонина Изотовна, рад видеть, милости просим. Заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владислав Щепов. Владислав Александрович, рад видеть, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ И наш постоянный гость и эксперт программы генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина Владимировна, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, первый и, наверное, закономерный вопрос, который возникал и возникает у многих. Почему местом проведения такого солидного мероприятия, как Конгресс, был выбран областной Гомель? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я скажу, что в сентябре мы встретились с господином Торренсом, это президент Всемирной Федерации Свободных Экономических Зон. Проводилось точно такое мероприятие в Сербии. И мы подписали соглашение о сотрудничестве с господином Торренсом. И была такая договоренность провести в Гомеле мероприятие. Ну, и Торренс, естественно, сказал, почему в Гомеле надо, наверное, в столице, надо в Минск, чтобы больше людей собрать, больше представительства, важность придать мероприятию. Однако, посетив Гомель в январе, он сказал, да, мы будем проводить здесь это мероприятие. Здесь есть кому проводить это мероприятие. Развитая инфраструктура. Развитая инфраструктура, можно легко добраться до Гомеля. И интересно посмотреть не только столицу, но и, как они там называют, провинцию. Владислав Александрович, Марина Владимировна, наверное, и у нас был свой интерес, потому что привлечение такого мероприятия в наш регион дает достаточно большое количество возможностей, связей и контактов. У нас, безусловно, был интерес. И поэтому мы и выступили с организаторами. То есть мы сразу приняли предложение Антонине Изотовне стать организаторами такого мероприятия. Круг людей, с которыми мы общаемся, кому это полезно и интересно, он у нас один. Это бизнес-сообщество. Поэтому нам очень важно было и с точки зрения контактов, и с точки зрения правильного, хорошего пиара своих организаций и территории, тоже, конечно, и Гомельской области. Владислав Александрович. Я думаю, что проведение этого конгресса в Гомельской области не случайно, потому что Гомельский регион славится тем, что руководство области и система управления, в общем-то настроено на активную позицию, на конкуренцию и с областями другими, и выгодное географическое положение, то есть на границе Украины и России. Поэтому, я думаю, иностранные эксперты оценили потенциал Гомельской области и позицию руководства области, свободной экономической зоны, торгово-промышленной палаты. И они поняли, что здесь есть все возможности для проведения такого конгресса. И, тем не менее, в том числе с организатором выставили определенные требования. Насколько сложно было все реализовать? Расскажите об этом. Самое главное было требование, чтобы в конгрессе принимали участие люди, которым это интересно, которые заинтересованы в проведении этого мероприятия. Чтобы не собирать там, допустим, 300-500 человек, не за количеством гнались, а за качеством. Такое было условие, поставленное, вот господин Торренс перед нами поставил. Ну, чего мы и достигли, я считаю. Как журналист следил за организацией этого мероприятия, что было самым сложным? Знаю, что готовились, ну, как минимум, три месяца. Времени вроде бы было и достаточно, но все время, наверное, казалось, что не успеваем, не успеваем, ответственность большая. Самым сложным, наверное, было, ну, можно так вот выделить такой момент, что общаться приходилось одновременно с многими странами, с многими государствами, потому что приглашения были разосланы там более чем 45 стран мира. 26 стран участвовало, как вы уже вначале сказали, в этом мероприятии. Их надо было встретить, пригласить, разместить в гостинице, город показать. Потом все заявились, практически все хотели выступить, отобрать хорошее, чтобы были интересные выступления. Ну, такая вот рутинная, такая интересная работа. Мне подсказывает, у нас есть дополнение в тему разговора, предлагаю выслушать. Пожалуйста. Вероника Лисицкая, Торгово-промышленная палата. Я добавлю по сложности организации данного мероприятия. При подготовке приглашений было очень много запросов от иностранных партнеров. Торгово-промышленной палатой было разослано более 50 приглашений нашим иностранным партнерам. И в ответ они просили информацию о регионе, о Гомельской области, о взаимодействии Торгово-промышленной палаты и Свободная экономическая зона. Поэтому дополнительно, конечно, шквал информации пришлось... Обработать и, в общем, этому участвовать. Обработать и предоставить актуальную и необходимую для партнеров информацию. Вероника, скажите, и в том числе это мероприятие, и организационная часть этого проекта была интересна в плане того, что вы работали тесно в связке с специалистами, коллегами из Свободной экономической зоны Гомель-Ратун? Вы знаете, это очень хорошая идея и прекрасная возможность нам соединиться в таком тандеме. И специалисты, наши коллеги Свободной экономической зоны настолько нам помогли. И в свою очередь мы помогали им. Мы работали командой, поэтому... И результат такой. И результат такой. Все два дня Конгресса на форуме работала и съемочная группа нашей программы. Как результат интервью с экспертами мировой экономики, которые отчасти и станут основой сегодняшнего разговора. Внимание на экран. Меня зовут Екатерина. Я представляю Гомельское областное телевидение. В первую очередь хотела бы спросить вот о чем. Конгресс только начался. Однако можете ли вы уже поделиться своими первыми впечатлениями? Уже могу сказать о том, что Конгресс успешен. Сразу чувствуется, что Свободная экономическая зона, Гомель-Ратон и Гомельское отделение торгово-промышленной палаты провели большую работу. К участию в Конгрессе мы привлекли людей из многих стран. Несмотря на то, что мы организуем конференцию в какой-то определенной стране, все же здесь присутствуют не только представители страны-организатора, но и иностранные гости. В этом конкретном случае специалисты из 26 стран. И это важно. На ваш взгляд, почему именно Гомель был выбран местом проведения такого важного масштабного международного события? Первая часть этих конференций прошла в Белграде в сентябре прошлого года. Участники той конференции попросили провести еще одно подобное мероприятие где-нибудь в Восточной Европе. И поэтому мы решили, что это будет город Гомель. Почему деятельность свободных и особых экономических зон так важна для развития экономики отдельных стран и мировой экономики в целом? Свободные и особые экономические зоны создаются, потому что люди ожидают привлечения иностранных инвестиций. Последствием этого будет создание новых рабочих мест. Самой важной целью для страны должно быть именно это. А также важно повысить конкуренцию и квалификацию рабочей силы. Поэтому сегодня в страну приходят иностранные инвесторы. Они приносят с собой новые технологии и люди могут обучаться большему. В местную промышленность приходят новые технологии. Поэтому здесь начинают больше производить на экспорт. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Марина Владимировна, Владислав Александрович, вам слово. Конечно, приятно, что такое значимое мероприятие прошло в городе Гомеле. Но я хотел бы отметить, что участие Палаты представителей в этом значимом мероприятии очень важно. Поскольку перед нами, как перед депутатским корпусом, как перед участниками законодательного процесса стоит задача мониторинга нашего законодательства и выяснение того, каким образом мы можем улучшить наш инвестиционный климат, какие стоят препятствия перед привлечением дополнительных инвестиций. И поэтому те мнения экспертов, которые были услышаны на этом форуме, фактически я уже себе сформировал определенные предложения, взял их на карандаш, и мы будем обсуждать при рассмотрении законодательства об инвестициях и свободных экономических зонах. Марина Владимировна. Вообще одной из целей основных и свободной экономической зоны, и торгово-промышленной палаты любого региона является все-таки продвижение интересов, продвижение имиджа страны и региона. Поэтому тогда, когда мы задумывали только все это, то мы ставили себе такую цель, что мы будем продвигать интересы и рассказывать о потенциале. А потом оказалось, что все это намного шире. Даже мы сами не ожидали, какой уровень это может вообще приобрести, и сколько людей заинтересуется. И вот это вот очень важная, я считаю, составляющая вот этого мероприятия, что столько людей проявили интерес именно к Белоруссии и Гомельской области. И то, что вот такая оценка получена, это нам очень важно. Вот, кстати, про представительство самых разных стран и делегаций на этом Конгрессе. Напомню, 26 стран-участниц. Именитые эксперты в области экономики, представители свободных экономических зон этих государств. Как считаете, если бы Беларусь не была так интересна этим странам, вряд ли бы сюда приехали просто ради участия в конкретно взятом мероприятии? Для меня было очень важно, когда Торренс появился в бизнес-центре, для меня было очень важно его мнение. Потому что он опытный уже человек, проводил не раз такие крупномасштабные мероприятия. Такие мероприятия международного характера мы не так часто проводим. Когда он прошел, все посмотрел, оформление зала, еще раз список посмотрел участников, дал интервью, все, тогда мы уже успокоились, наша команда вот совместно с торговой промышлоплатой говорим, ну все, теперь у нас все, дальше должно пойти хорошо. Ну, безусловно, как организаторы переживали, да, Владислав Александрович? Я хотел бы подчеркнуть, что мнение экспертов звучало однозначно, что этот конгресс – это значимое мероприятие с позиции улучшения имиджа Беларуси и именно инвестиционного имиджа. И я хочу сказать, что конгресс был проведен очень своевременно, поскольку международная ситуация складывается таким образом, что Беларусь сейчас становится важным регионом с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. То есть уже сейчас обращаются инвесторы и с Украины, те, которые были резидентами и находились в других странах, и Кипр, и российские инвесторы, и немецкие инвесторы, все заинтересованы, исходя из той ситуации, в общем-то, вкладывая деньги в Беларусь. Только мы должны создать дополнительные какие-то условия, которых, может быть, не хватает с точки зрения законодательства либо работы в свободных экономических зон. Поэтому очень своевременный конгресс с точки зрения вот этой общей международной обстановки. И я думаю, что дальше будет Гомерский инвестиционный форум, и это будет дополнение развития этого мероприятия. Но, кстати говоря, наверное, для того, чтобы продать, надо грамотно подать. Так вот, зачастую, согласитесь, не хватает правдивой и обоснованной информации за границей от Беларуси и, в частности, Гомельской области. И в этом плане Конгресс сыграл хорошую роль. Представители 26 стран мира увезли действительно правдивую информацию. Судя по отзывам от участников Конгресса, можно судить о том, что действительно многие были и удивлены тому благоустройству Гомеля, той инфраструктуре, которая сегодня есть в той же Сазаратон. Да, Александр, совершенно вы правы. Одно дело, когда мы выступаем за рубежом, либо здесь, и мы говорим, как хорошо у нас создавать предприятия, какие у нас хорошие льготы. А другое дело, когда приехал из Швеции человек, из Англии, и он выступил, эксперт выступил и сказал, что да, здесь можно инвестировать, здесь хорошие условия созданы, здесь спокойно, здесь есть политическая стабильность какая-то. Это очень важно. И когда уже начинали первые эксперты выступать, мы перевели все выступления их на русский язык, разослали всем участникам практических Конгресса, чтобы они еще раз ознакомились. Когда выступали первые эксперты уже, было понятно, что они тщательно изучали экономику Республики Беларусь, условия ведения бизнеса, потому что были очень интересные выступления. И еще по итогам, мы сейчас уже получаем отзывы, очень интересные письма от тех людей, которые были у нас здесь в Гомеле, в Республике Беларусь. Я вот с собой захватила... Это интересно, что пишут, что говорят о Конгрессе. Я могу... Хватило письма, которые мы уже получаем. Вот скажу, что Хуан Торренс, например, нам прислал. Мы не можем расслабиться. Вы достигли краткосрочной цели по проведению успешного международного мероприятия. В настоящее время наиболее важен путь вперед. Необходимо следить за тенденциями, сохраняя и улучшая присутствие СССР, Гомель, Ратон, город Гомель и Республики Беларусь во всем мире, как место, в которое можно инвестировать. Это очень важно. Затем вот интересно, у нас эксперт выступала, Франческа Джанотти. Это было не только большая честь и удовольствие, но и невероятно ценный опыт для меня, быть частью такой интересной стратегической платформы, которую Конгресс собрал в Гомеле. Я была глубоко впечатлена также красотой ваших ландшафтов и просторной архитектуры с парком в центре, который украшает Гомель. Я надеюсь, что в следующий раз я буду иметь возможность открыть для себя сердце страны Минск. Я намерена системно конкретизировать процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в вашу область и поспособствовать распространению информации о ней по Европе и по всему миру. Я здесь зачитывы даже не буду, мы вот такие вот подобные письма сейчас получаем, очень приятно. Но это прежде всего, конечно, реклама, пропаганда нашей республики. Эти аплодисменты из студии на Пушкина 8 в адрес организаторов такого мероприятия. Есть еще одно мнение от участника Конгресса свободных экономических зон. Прямо сейчас на ваших экранах интервью моей коллеги Екатерина Жданович с экспертом из Лондона Кортни Фингер. Внимание на экран. Какое значение вы придаете участию в данном Конгрессе? В первую очередь, главная ценность этого Конгресса в том, что люди собрались вместе, подчеркнули необходимость и важность инвестиций, говорят о бизнесе, инвестиционном климате, а также обмениваются практикой по привлечению иностранных инвестиций с людьми из других стран. Узнают, что в этой сфере работает, какие методы опробованы и оказались удачными, и могут подчеркнуть уроки из неудач других. Это важная возможность обменяться мнениями. Также важно то, что будет после Конгресса, после того, как мы закончим обмениваться информацией, те решения, которые будут приняты, те новые методы, которые начнут применять люди в своей работе. Кортни, поделитесь, пожалуйста, первыми впечатлениями от мероприятия. Я под большим впечатлением. Я считаю, что Конгресс был поддержан делегатами из многих стран и заметна поддержка на высоких уровнях местных органов власти. Чувствуется поддержка в том числе представителей Министерства экономики Беларуси, которые подчеркивают важность регионального развития в привлечении прямых иностранных инвестиций и развитии СЭЗ. Следует отметить вклад администрации региона, губернатора области, а также делегатов из-за рубежа и международных экспертов. Собрать всех вместе – это очень полезно. Как вы воспринимаете инвестиционный климат в Беларуси? Вообще, я считаю, что Беларусь недостаточно продаваемый в плане инвестиций регион, отчасти потому, что о Беларуси мало знают вне этого региона, в зарубежных компаниях. И также есть ряд политических нюансов, которые делают ее слегка недопонятой. Но если вы посмотрите законодательство, касающееся прямых иностранных инвестиций, оно достаточно хорошее. Власть проявляет большой интерес к привлечению иностранных инвестиций. Когда отдаётся приоритет такой сфере, это значит, что привлечение прямых иностранных инвестиций станет более лёгким делом, и регион станет привлекательным в этой сфере. А также уровень квалификации и навыков специалистов здесь очень высоки. Это большое преимущество. И всё же, чего не хватает Беларуси в этой сфере? Если вы оцените международные рейтинги, вы увидите, что Беларусь во многом выше таких стран, как Россия, Казахстан и Украина. Допустим, если говорить о лёгкости ведения бизнеса, следующим шагом, который необходимо сделать Беларуси, это равняться на страны Европейского Союза, чтобы улучшить своё положение в рейтинге в сравнении с Польшей, возможно, Германией и другими странами Западной Европы. Пусть такие страны станут идеалом для сравнения, где среда ведения бизнеса – самая лучшая. Допустим, те же Германия, Швейцария или Великобритания. В эфире «Гомель» – это студия на Пушкина 8, и мы возвращаемся к разговору. Уважаемые гости, это было ещё одно мнение экспертов Конгресса свободных экономических зон. Ваши короткие комментарии. Вообще присутствие экспертов из Financial Times, ведущего издания в области привлечения инвестиций и экономики, я считаю, что это показательный пример, и это создаст определённый фон информационный. Эти эксперты смогут предоставлять достоверную информацию из первых рук, из первых уст для потенциальных инвесторов. Это первое. Во-вторых, что касается общего климата инвестиционного, я в своём выступлении об этом сказал, что у нас законодательная база, в принципе, сформирована. Но есть два таких момента. Это то, что Россия вступила в ВТО. Казахстан собирается в Всемирную торговую организацию. И мы сейчас формируем законодательную базу, развивая Миразийского экономического союза. С этой точки зрения, вот эти международные обязательства, которые мы на себя берём, требуют изменения нашего законодательства. Поэтому законодательство будет развиваться, и мы над этим работаем. Но есть определённые проблемы. Мы знаем, будут меняться условия работы СЭС с 2017 года. То есть поэтапно мы идём в направлении унификации законодательства. Что касается рейтингов, вы, наверное, знаете, студенты, участники знают, что поставлена в краткосрочном периоде задача войти в тридцатку стран с лучшими условиями ведения бизнеса. То есть эта задача поставлена перед правительством, законодательными органами. Я думаю, мы к ней целенаправленно будем идти. То есть будем брать те параметры, по которым мы отстаём, и целенаправленно улучшать условия ведения бизнеса. Ну и, кстати, вот про рейтинги. Во время Конгресса ряд зарубежных экспертов озвучили свежие рейтинги, по которым наша страна имеет достаточно неплохие позиции в сравнении с соседними государствами. В каких сферах мы в лидерах? По лёгкости ведения бизнеса мы занимаем 52-е место, Российская Федерация – 57-е. Это хороший показатель. Ну, в тридцатку, я думаю, мы войдём. А по регистрации предприятия мы занимаем третье место. Есть ещё одно дополнение из зала. Пожалуйста. Компания «Совместное общество Gemflex» Валерий Лукашевич. Я был участником Конгресса. Хочу сказать, что действительно было очень хорошо организовано, как со стороны представителей нашей области, особенно Торгово-промышленная палата и свободно-экономическая зона. Уверенно могу сказать, что мы научились организовать, мы можем принимать это во плане организации. Действительно получилось мероприятие европейского уровня, не так ли? Без сомнения. Я с 90-х годов имею удовольствие участвовать в ряде этих мероприятий, которые проходили и за пределами республики. И поэтому могу сравнивать. И хочу сказать, что всё было сделано достойно. Как непосредственный участник, представитель бизнеса, я хочу сказать, что мне интересно было то, что сегодня появилась какая-то уверенность у меня и, я думаю, у ряда других представителей, резидентов СЭС, в том, что 2017 год, который мы все ждём, и различные разговоры в части, как сохранятся свободные зоны, как они будут развиваться. Я не сомневаюсь, что свободная зона СЭС Гомель-Ратон, она сохранится и будет развиваться уже в рамках других. И в связи с теми свободными зонами, которые сегодня были представлены на этом Конгрессе, я думаю, непосредственные контакты СЭС Гомель-Ратон, с ними они установились и будут развиваться крепче. И надеюсь, что даже прямые контакты уже конкретных предприятий, возможно, даже и с участниками СЭС, тех же стран, которые были здесь представлены. Далее, для меня очень интересно было и важно то, что в выступлениях многих представителей, участников СЭС иностранных, я заметил, обратил внимание, их высказывания в части того, что Беларусь идёт именно в нормальном направлении, своим путём. Но этот курс задан правильно. Несмотря на то, что по-разному обсуждается и трактуется за границей. Да, и хотя когда-то сразу хочется вспомнить, те времена, развала и так далее, становление демократии, их советы в этой части, конечно, они поняли, что они, наверное, неправы были. Но сегодня они это признают и понимают, что мы всё-таки идём правильным путём. Я думаю, что ещё им придётся во многом поучиться. То есть вы где-то с чувством гордости находились на конкурсе? Обязательно. Что ж, на этом не ставим точку, продолжим беседу сразу после короткой рекламы на Беларусь-2. В эфире Гомель. Татьяна Иванова, старший преподаватель кафедры финансового кредита Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Я хотела бы более конкретно узнать о результатах этого конгресса в целом для нашего Гомельского региона и для свободной экономической зоны Ратон. И ещё, можем ли мы надеяться, что и в будущем такого рода форумы будут проводиться и в городе Гомеле, ну и в целом в нашей республике? Я думаю, о результатах краткосрочных мы можем уже говорить сегодня. О долгосрочных мы несколько позже подведём итоги. Что касается краткосрочных, я скажу, что вот, например, сегодня мы ещё разговаривали с господином Торренсом, он пишет отчёт и рассылает свой отчёт о проведении такого мероприятия, об условиях ведения бизнеса. О наших предприятиях, в том числе резидентах. Размещает фото о городе, о Конгрессе. И рассылает свой отчёт в 170 стран мира. То есть о нас узнают, о Гомеле, о республике Беларусь, о свободной экономической зоне в 170 странах мира. Где ещё такое вот видано и где можно ещё вот такое найти? Мы иногда, вот вы знаете, я скажу, что где-то в 2002 году, если я не ошибаюсь, я была в Германии, и когда я проходила по выставке и рассказывала, я из республики Беларусь, у нас вот свободная экономическая зона. Они мне говорили, а где республика Беларусь? Я доставала карту, показывала, где республика Беларусь, где город Гомель, и что там находится свободная экономическая зона. Сейчас, когда мы были, ну, в прошлом году в Австрии, там уже не спрашивают, где республика Беларусь и что это за республика. они просто иногда спрашивают, а где Гомель находится, далеко ли от Минска. То, я думаю, когда прошел этот конгресс у нас свободных экономических зон, масштабное такое мероприятие, теперь будут знать уже и что такое Гомель, и что можно сюда приезжать, можно сюда инвестировать и развивать свой бизнес. Это самый главный, я считаю, вот такой вот козырь. Владислав Александрович, все-таки действительно инвестору нужно знать для того, чтобы быть уверенным в своем капитале, в безопасности капитала и развитии этого бизнеса, о том, какая политическая обстановка в стране, какие ресурсы у государства, насколько развито государство, что есть, что имеем, какие козыри в этом плане есть у республики? Козыри известны, это и выгодное экономико-географическое положение, это и стабильная политическая ситуация. В принципе, у нас очень эффективная система государственного управления, то есть все те решения, которые мы намечаем, планируем, они эффективно выполняются, то есть у нас достаточно низкий уровень коррупции, это признают все мировые эксперты, что является фактором привлечения инвестиций. У нас уже понятная система работы с инвесторами, то есть сформирована, может быть, не до конца, не в полной мере, вот эта структура или инфраструктура по работе с иностранными инвесторами, то есть и Республика Беларусь, и область полкомия заключает инвестиционные договора. Значит, у нас сформирована, в принципе, законодательная база, начиная с закона об инвестициях, закон о концессиях, закон о свободных экономических зонах. Вот сейчас разрабатывается законодательство о государственно-частном партнерстве, где также признано, что одной из целей разработки этого закона является привлечение в том числе иностранных инвестиций. Поэтому мы делаем все, что от нас зависит, для создания вот этого климата. Но, как правильно было отмечено, что нужна какая-то определенная критическая масса положительного вот этого имиджа, опыта. Мы знаем вот даже факты из белорусского опыта, когда в конкретный регион, ну вот, например, есть Минский район, город Минск, когда приходит определенное количество инвесторов, они создают микроклимат для привлечения дополнительных инвестиций. То есть это как телефон, да, то есть сеть определенных контактов возникает, и инвесторы приводят за собой дополнительных инвесторов, которые связаны либо технологическими цепочками, либо они являются гарантом тех условий, которые мы объявляем. То есть они говорят, да, в стране можно вести бизнес. Поэтому, когда мы достигнем критической массы вот этих инвесторов, у нас будет определенный всплеск, и мы видим показатели. То есть они у нас прогрессивно растут по привлечению инвестиций. Важный результат то, что вот те люди, эксперты, которые были у нас спикерами и модераторами на сессиях, это действительно эксперты. Эти люди с мировым именем, и то, что они приехали сюда, говорит о том, что, во-первых, им интересно. Так же, как мы слышали еще в ходе Конгресса, они изучили, безусловно, условия бизнеса, законодательство. И то, что они согласились и принимали участие в сессиях, говорит о том, что они серьезно относятся к нашему региону. Это, я считаю, очень важный момент относительно привлечения интереса к нашей стране. Ведь это мнение, которое высказали и Кортни тоже, оно не единственное. Очень многие наши гости говорили об этом. И еще очень важно, я считаю, что среди тех, кто приехали на Конгресс, были люди, которые уже бывали в стране, и не один раз. Но было очень много таких, которые впервые приехали. И им было любопытно. То есть они где-то что-то слышали, но никогда не были. А после того, когда они приехали, они поняли, что страна-то интересная. И они нам сами стали говорить о том, что нам надо развивать туризм, нам надо привлекать больше людей, показать, страна чудесная, люди хорошие, организаторы мы хорошие, вообще регион интересен, страна интересная. Поэтому их совет был, кроме всего прочего, развивайте туризм, о вашей стране должны больше знать. Антонина Изотовна, и все же вторая часть вопроса звучала с интересом о том, планируется ли проведение подобных мероприятий, мероприятий такого уровня, и может быть даже выше, в Гомельской области. Мы задумываемся уже над проведением, вот уже подводим итоги. Так было сложно все, честно сказать, когда проходило, перед началом, в общем так, мы рассуждали, что никогда в жизни больше не возьмемся за это дело, потому что это не так просто все. Но когда прошел конгресс, когда мы видим результаты, то хочется еще что-то интересное провести, конкретно в Гомельской области, конечно. Тем более, что и эффект от этого неплохой. Да, эффект есть, почему бы не проводить. Здесь тематические можно направления брать, отдельные страны теперь приглашать, не вот такой масштабный конгресс. Тематические какие-то мероприятия мы уже задумываемся, обсуждаем, что можно провести. И еще один вопрос из зала. Спасибо за ответ. Клименко Екатерина, студентка третьего курса. И у меня такой вопрос. Какие меры следует предусмотреть по защите иностранного инвестора? Ну, этот вопрос, конечно, прежде всего, лежит в законодательной плоскости. У нас есть механизмы защиты инвесторов, которые определены законодательством и об инвестициях, и рядом других законодательных актов. Но, конечно, дополнительные меры необходимы. И я бы выделил несколько направлений в этом отношении. Во-первых, мы не должны, вот я бы, может быть, в разрез мнения экспертов, молиться только на иностранных инвесторов. Наше законодательство развивается в таком направлении, что наш белорусский инвестор, он нам так же ценен, как и иностранный. И, кстати, иностранные инвесторы очень часто оценивают инвестиционный климат по тому, как местные национальные инвесторы осуществляют инвестиционную деятельность. То есть, если наши национальные инвесторы вкладывают деньги в нашу страну, то значит, инвестиционный климат достаточно хороший. Поэтому в связи с этим, например, в законодательстве понятие «иностранный инвестор» немножечко уходит. То есть есть инвестор, который приносит технологии, деньги и так далее. Это первое направление. Второе направление, конечно, мы должны устранить всяческую дискриминацию для инвесторов, исходя из каких-то признаков. Общее такое направление, что наш инвестиционный климат, налоговая система и всякие нетарифные меры регулирования, в том числе ценообразование, они должны уравниваться. То есть мы не должны предоставлять преимущество для одного инвестора, ущерб другому инвестору. Владислав Александрович, из того, что сделано, какую оценку вы поставили в сегодняшней системе в этой сфере? Оценку ставят, наверное, инвесторы. Я бы так сказал, что положительная оценка, но есть к чему стремиться. Резервы достаточно большие. И эксперты международные, кстати, нам об этом говорят. Тема для обсуждения в отдельной программе. Ну, наверное, макроэкономические условия, все об этом знают. Это процентные ставки, это инфляция, это, значит, определенная бюрократизация процесса привлечения инвесторов, это техническое регулирование. То есть иногда очень сложные процедуры согласования в части выделения земельных участков, подключения к энергоисточникам. Кстати, вот свободная зона, это как раз то место, где эти все процедуры проходят гораздо быстрее, чем на других территориях. Вот в этом их очень большое конкурентное преимущество. И когда администрация заинтересована привлечением инвесторов, то администрация свободной зоны может сделать очень много для того, чтобы инвестор быстро вложил деньги и в больших объемах. Во всем мире идет борьба за инвестора, потому что это для любой страны, это очень важно, дополнительное поступление денег и новых технологий. И республика Беларусь в том числе борется за инвестора различными способами. Как вы видели, у нас даже на конгрессе выступали казахи, рассказывали, как хорошо вкладывать инвестиции именно в Казахстан, россияне, как в России хорошо работать. А мы говорим, а лучше всего работать, конечно, в республике Беларусь. То есть у нас созданы тоже очень хорошие беспрецедентные меры. Кстати, а сколько сегодня инвесторов находится в Гомельской области? Сколько резидентов в свободной экономической зоне Гомельратов? На сегодня у нас работает 76 предприятий, 35 с участием иностранного капитала. Капитал вложен из 16 стран мира. Мы в прошлом году зарегистрировали 5 новых предприятий, а всего в республике 18 было зарегистрировано предприятие. То есть мы на хорошем уровне идем по регистрации предприятий. И еще один вопрос из зала. Пожалуйста. Марина Войнова, студентка третьего курса. Что нужно изменить в законодательстве Республики Беларусь, чтобы обеспечить приток прямых иностранных инвестиций? Вы знаете, на этот вопрос я бы так ответил, что есть, конечно, и пробелы в законодательстве, есть, может быть, направление развития, приближение нашего законодательства к международным стандартам. Но эксперты во многом отмечают, что в рамках действующего законодательства есть резервы. То есть кроме того, что нужны хорошие законы и подзаконные акты, нужно еще эффективно их исполнять. И вот в этом отношении даже такое есть мнение, что давайте зафиксируем наше законодательство, в том числе в сфере налогов, в других сферах, создадим стабильные условия, и дальше будем эффективно те нормы законодательные, которые есть, реализовывать. Так вот в части именно реализации норм у нас основная сейчас проблема. То есть мы должны эффективно выполнять те задачи и реализовывать положение законодательства, которое существует. Ну вот я пример конкретно приведу. Это реализация инвестиционных договоров, которые заключались областполковыми и другими субъектами. То есть сейчас эксперты уже подводят первые итоги, как реализуются эти договора. Вы знаете, есть соответствующий механизм. Так вот сейчас многие договора, значит, приходится их продлять, то есть изменять условия, подписывать дополнительные соглашения в связи с тем, что обеими сторонами условия выполнения договоров не соблюдаются. Это связано с многими факторами, в том числе форс-мажорными. То есть много, вот видите, форс-мажорных обстоятельств, которые на инвестора влияют, это и курсы национальных валют и так далее. Поэтому правовой механизм должен обеспечивать, например, хорошее согласование позиций двух сторон. Чтобы так не получалось, что законодательство, например, не позволяет поменять этот договор. То есть есть у нас такие вопросы, и вопросы, конечно, защиты не только инвесторов, но и стороны, которые подписывают договор от имени Республики Беларусь, от области. То есть здесь есть также резервы. Поэтому практика накоплена, и сейчас мы смотрим, как изменить законодательство. Вот еще раз говорю, закон о государственном частном партнерстве. Возможно, будут дополнения изменения в закон об инвестициях, закон о концессиях. Потому что вот закон о концессиях нужно, например, активизировать работу. Мало очень концессионных договоров в Республике Беларусь, недостаточно. Хотя в мире концессионные договора – это основная форма, одна из таких важных форм привлечения инвестиций. Вот в этом направлении нам нужно работать над выполнением того законодательства, использованием эффективных тех норм, которые существуют. Марина Владимировна, Антонина Изотовна, в своем выступлении председатель Гомельского облсполкома, Владимир Дворник во время Конгресса свободных экономических зон назвал наш регион новым инвестиционным коридором. Кстати, насколько привлекательно для инвесторов наше географическое положение, и насколько умело мы этим пользуемся? Марина Владимировна. Мы гордимся тем, и обычно отмечаем всегда, и перед партнерами нашими иностранными, и сами понимаем, что это действительно очень важно. Наше географическое положение настолько выгодно между Европой и именно Европейским Союзом, и теперь Россией и Таможенным Союзом, что грех это не использовать. И поэтому вот это событие – одно из тех, которое помогает нам научиться правильно его использовать. Ведь кроме того, что мы использовали Конгресс как пиар для своей страны и региона, мы сами в рамках этого мероприятия многому учились, и слушая тех же экспертов, которых приглашали не только с целью рассказать нам, какие мы хорошие, но в то же время и рассказать, какие новые вообще формы взаимодействия, какие новые виды привлечения инвестиций есть во всем мире. И это тоже очень важно. Центр Европы при граничье с Россией, с Украиной, и говоря о Гомельской области, это тоже своеобразные крючки в привлечении инвесторов, не так ли? Конечно. Это мы всегда, когда рассказываем про свободную экономическую зону, прежде всего мы говорим, что мы находимся в 50 километрах от границы с Россией, с Украиной практически, что здесь плечо транспортное очень маленькое. А что касается новый инвестиционный коридор, звучит везде. То есть мы хотели еще раз подчеркнуть, что у нас есть много возможностей для привлечения бизнеса. И в том числе свободная экономическая зона, это тоже как новый элемент привлечения инвестиций. Потому что, собственно говоря, у нас же молодые свободные экономические зоны. Первая свободная экономическая зона, кстати, была создана 20 марта 1996 года. То есть они совершенно новое законодательство, молодые такие свободные зоны. То есть мы на стадии становления, и тем не менее опыт уже неплохой. Да, опыт уже неплохой. Все два дня Конгресса на форуме работала и съемочная группа нашей программы, как результат интервью с экспертами мировой экономики, которые отчасти и станут основой сегодняшнего разговора. Внимание на экран. Ваш шелковый путь, о котором вы говорите, это миф или реальность? То, о чем я говорил, это абсолютная реальность. Я живу в Бельгии, в Антверпене. И каждые два дня мы встречаем большой поезд из Китая, который проходит через Беларусь. Я считаю, что Беларусь – это одна из важных стран, якорей на этом пути, которая позволит объединить европейский рынок со странами Кореи и Китая. Исходя из этого, мы пытаемся развивать еще и бизнес на этом шелковом пути, особенно в Гомеле. Это большие шансы. Это реально. Этот шелковый путь как-то поможет развитию экономических зон в этой и других странах? Когда мы говорим о новом шелковом пути, мы говорим о глобальном бизнесе. Свободные экономические зоны, такие как в Гомеле, например, они как раз и существуют для того, чтобы привлекать прямые иностранные инвестиции. И когда вы говорите о мировой торговле, вы говорите о таких типичных инициативах, как СЭС. Ваша страна вполне способна принимать участие в глобальной сети шелкового пути. И все же, каково ваше мнение о сегодняшнем Конгрессе? Я был сегодня в первую очередь впечатлен тем, какой интерес у людей к этому Конгрессу. Тут не только белорусы, но и большое количество представителей из более чем 20 стран мира. И это прямо говорит, что интерес очень большой. Это демонстрирует отношение к глобальному бизнесу и к тому, какое место Беларусь занимает в этой сфере. Спасибо вам за ваш доклад. Он был очень познавательным. И спасибо за интересную беседу. Это было еще одно дополнение в тему разговора. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Дело в том, что сейчас разрабатывается программа правительства, программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. И результаты выполнения прошлой программы говорят о том, что одним из резервов развития нашей экономики является развитие сферы услуг. То есть сфера услуг у нас недостаточно развита. То есть мы должны как минимум обеспечить 60% ВВП, это сфера услуг. У нас сейчас менее 50%. И, соответственно, одной из эффективных услуг, либо значимых для Беларуси, может стать, конечно, транспортные услуги в связи с тем, что мы имеем такое географическое положение. Это касается и железнодорожного транспорта, перевозок, и железнодорожным транспортом, автомобильным и другими видами транспорта. И, конечно, вот этот шелковый путь и логистика, логистические центры – это одно из перспективных направлений развития Беларуси. Ну и там идет сопутствующий бизнес, который также считается услугами. Что ж, на этом не ставим точку, продолжим беседу сразу после короткой рекламы на Беларусь-2. В эфире «Гомель» – это студия на «Пушкина-8», и мы возвращаемся к разговору. Система организаций свободных экономических зон в каждом государстве своя. Насколько разительные отличия и чему бы стоило поучиться у зарубежных коллег нам? Вы знаете, мы с большим интересом слушали выступления наших коллег из России, из Казахстана. Они рассказывали о ведении бизнеса у них в свободных экономических зонах. Называемся мы все практически одинаково. Особые экономические зоны, свободные экономические зоны. А льготы, предоставляемые в зонах, конечно, разные. Например, в Арабских Эмиратах вообще налогов не платится, а в западных свободных экономических зонах практически их нет льгот. Но там предоставляются другие, иные услуги, как склад временного хранения, там предоставляются какие-то транспортные инфраструктуры, что развитые. И, конечно же, мы сейчас анализируем еще раз, в десятый, в двадцатый раз анализируем наши условия ведения бизнеса, сравниваем с другими свободными экономическими зонами, даем свои предложения в Министерство экономики, в Совет Министра Республики Беларусь, о том, чтобы улучшить условия ведения бизнеса для наших резидентов. Может быть, есть конкретные примеры, что бы предложили взять на вооружение, из того, что действительно лежит на поверхности? Вы знаете, я не сторонница того, чтобы постоянно снижать налоговую нагрузку на наши, допустим, предприятия, резиденты СС. Об этом мы с Торренсом беседовали перед тем, как Конгресс начинался. Он тоже меня поддерживал. Это не главное вообще для любого инвестора, который сюда приходит. Главное, чтобы здесь, во-первых, опять же, хочу вернуться к хорошему географическому положению Гомельской области и СЭС в том числе. Нужна инфраструктура хорошая, нужны квалифицированные кадры. Это прежде всего. Ну и, конечно, постоянная минута позволит развиваться. А затем уже, конечно, уменьшение налоговой нагрузки, можно преференции. Это уже идет как бы второй чередой. Сегодня в студии на Пушкина 8 есть и инвесторы, и резиденты свободной экономической зоны Гомель-Ратун, которые тоже хотели бы поделиться своим мнением. Пожалуйста. Ермаков Александр, директор «Строинвест» и КБ. Предприятие реализует проект реализации и производства верхней детской одежды и вообще детской одежды. Ну, что хотелось бы добавить от себя, ко всему сказанному, что вообще на самом деле у зрителя-скептика, который смотрит нашу передачу, может возникнуть такое впечатление, что как бы следуя такой традиции хорошего гостеприимного хозяйства, хозяина никто ругать не будет. На самом деле я поучаствованию в этом конгрессе могу сказать другое, добавить и разубедить этих зрителей. Вопрос какого плана? Не вопрос, а мнение мое. То, что люди, которые выступали на самом деле, они были абсолютно нелояльны к Беларуси, но тем не менее дали… Объективны. Объективны. Они дали очень-очень полноценную оценку вообще ситуации экономики Беларуси. Меня поразил, допустим, эксперт из Швейцарии, который вышел и на диаграммах, цифрах, дал полный расклад экономики Беларуси, все плюсы и минусы, которые даже, ну, не каждый экономист Беларуси сможет вообще представить и озвучить. Конечно, говорили и о проблемах, говорили и о плюсах, и о перспективах. Скажите, вот вы, как резидент свободной экономической зоны Гомель-Ратон, какую оценку дали бы тем условиям, которые созданы сегодня для развития инвестиций у нас в регионе? Я бы дал оценку хорошо, то, что касается именно свободной экономической зоны, честно скажу. То, что касается там, где мы шаг влево, шаг вправо, то есть за территорию свободной экономической зоны, администрации свободной экономической зоны, к сожалению, здесь представители власти это уже отмечали, возникают бюрократические проволочки, они возникали и при регистрации, и при многих моментах они возникают. Вот этот момент, конечно, то есть с администрацией свободной экономической зоны, с ее руководителем, с Антониной Изотовной, мы вообще, как бы, можно сказать, одна большая семья, потому что очень тесно в контакте, очень много общаемся, это практически еженедельно, поэтому здесь вопросов у нас практически не возникало за все время, которое мы работаем никогда, а вот вообще, когда вопросы за пределы зоны выходят, они, конечно, бывают с проволочками, это первый момент. Ну и второй момент по поводу Конгресса, хотел бы кратенько добавить то, что здесь не отметилось. Уже озвучилось, что в 2017, озвучилось, что мы, у нас один союз с Россией, таможенный, а Россия вступила в ВТО, и поэтому животрепещущий вопрос, это 2017 год, когда будут сняты основные льготы экономические. Опять же, Антонина Изотовна отметила, что налоги не главное, но на самом деле для резидентов это вопрос животрепещущий. Тем более, что ваша продукция, ваше предприятие направлено на российский рынок. Конечно. Плюс еще такой момент, что на данный момент экономическая ситуация не позволяет особо разгоняться с уплатой налога, дополнительных налогов, потому что если увеличится налоголубаемая база, с учетом падения курса российского рубля в Белоруссии, к сожалению, то есть сейчас предприятие поставлено на грань выживания, скажем так. Хорошо, какие перспективы буквально, коротко? Хочу отметить, что когда перед началом выступления всех на Конгрессе было поставлено условие, что дорогие товарищи, господа, дамы, все вопросы после выступлений. За все время это правило было нарушено один раз. При выступлении представителя российской свободной экономической зоны, конкретно директор по инвестициям выступал, ему в зала был единственный вопрос за все время задан, извините, в 2017 году вы тоже выбираете льготы, какие у вас будут по этому поводу изменения в законодательстве? На что человек честно ответил, мы не планируем никаких изменений. Что меня, как говорится, в перспективе очень понравилось, то, что выступал представитель Министерства экономики Республики Беларусь Елена Перминова, которая четко заявила, что к концу 2015-го, начала 2016-го года нами уже на данный момент готовится и будут внесены предложения по поводу компенсации для резидента свободно-экономических зон, потери этих преференций, потому что это очень важный вопрос для нас, потому что здесь поднимался опять же вопрос в зале, что будет ли существовать в 2017 году зона после 2017-го. Я этот вопрос для себя, конечно, понимал, что они будут существовать, но вот в каком они режиме будут работать, это очень важный вопрос. И тут уже посыл от конкретно Министерства экономики был получен в плане того, что, да, над этим люди работают, они эту проблему понимают, и это очень положительный момент. И есть еще одно мнение из зала, пожалуйста. Владимир Морозов, замдиректора по производству иностранного предприятия FreshPak Solutions. Я хотел бы подтвердить мнение наших уважаемых экспертов на практическом примере своего предприятия. Предприятие было зарегистрировано в качестве резидента СЭС-Гомератон в 2011 году. И уже весной 2012 года мы получили первую продукцию. То есть предприятие инновационное, и такой темп его становления, это без каких-либо скидок на Белоруссию или постсоветское пространство, это очень высокий уровень. Даже наши японские и немецкие коллеги это подтвердили и честно признавали, что такого не ожидали. Что же помогло так быстро стартовать? Ну, понятно. Во-первых, это достаточно серьезная инфраструктура, уже готовая, созданная в рамках СЭС. Это достаточно простое подключение к энергосистеме. Это высокий уровень услуг все-таки в нашем регионе. Гомель второй по величине город Белоруссии. Но тем не менее, я думаю, что если рассмотреть такой параметр как соотношение цена-качество по уровню услуг, по уровню инженерного обеспечения, по уровню персонала, мы можем где-то быть на первом месте. Вы представляете сегодня довольно крупное предприятие, которое получило развитие за короткие сроки. И тем не менее, часто от скептиков мы слышим о том, как тяжело строить бизнес в Белоруссии. Все-таки, наверное, было бы желание, возможно, все. Безусловно. Я не могу сказать, что совсем легко. Мы все находимся в одних и тех же экономических условиях. Но, как уже сегодня много раз упоминалось, во-первых, близость к нашим традиционным рынкам сбыта Украина-Россия позволяет выстраивать оптимальные логистические схемы для продуктов, в цене которых транспортное плечо имеет существенное значение. Во-вторых, инновационное предприятие это предприятие, которое строится не только так. Завез оборудование и все у тебя работает. Нужно создать коллектив. И, опять же, наш регион в этом плане выигрывает. Регион насыщен высшими учебными заведениями технического профиля. У нас развито техническое производство, поэтому есть откуда брать ресурсы. Ну и, наверное, надо самому быть более активным. Всегда более активный игрок на рынке выигрывает. Безусловно. И не ограничиваться только каким-то одним рынком сбыта. Я считаю, очень правильно сейчас направленность на 360 градусов, а не только на восток. Это как минимум обезопасивает бизнес. Спасибо. Удачи в работе. Я же напомню, что во время Международного конгресса в бизнес-центре свободной экономической зоны Гомель-Ратон работала съемочная группа нашей программы. На очереди еще одно интервью с председателем правления финско-белорусской торгово-промышленной палаты Йоха Хамалайнином. Внимание на экран. Какие ваши впечатления от Конгресса и от Беларуси в целом? Я бы хотел поблагодарить за приглашение на этот Конгресс. Спасибо, что пригласили, и организация этого Конгресса прекрасная. Я очень благодарен торгово-промышленной палате и свободной экономической зоне Гомель-Ратон, которые были организаторами этого мероприятия. Это очень хорошая возможность наработать новые контакты для финских компаний и для меня, как председателя финско-белорусской торгово-промышленной палаты. Это очень полезный опыт. И на ваш взгляд, тандем белорусской и финской торгово-промышленной палаты можно ли считать успешным? С точки зрения финского бизнеса, мы Гомель только открываем для себя. Но уже есть несколько примеров успешных инвестиций. Допустим, Лицкое пиво. Но что касается Гомельского региона, ещё недостаточно охвачен, поскольку он далёк от Минска, и мы в полной мере сюда ещё не добрались. Я здесь познакомился со многими представителями белорусских компаний, которые являются потенциально интересными для финского бизнеса. Мы продолжаем комментировать мнения экспертов. Буквально пару слов по услышанному материалу. Вчера мы получили письмо из Финляндии. Ещё один отзыв. Да, ещё один отзыв. И, значит, такие комментарии там были, что кто хочет работать с Финляндией, бизнес белорусский, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием поддержу все ваши предложения. Было очень приятно получить такое. Одна из сессий Конгресса свободных экономических зон была посвящена взаимодействию торгово-промышленных палат и свободных экономических зон. Какие наработки в этом плане есть у гомельчан? Марина Владимировна. Ну, во-первых, если говорить в целом о том, как называлась наша сессия, то она имеет продолжение взаимодействия торгово-промышленных палат и свободных экономических зон в целях повышения конкурентоспособности региона. Это очень важное дополнение, потому что, работая с бизнесом, конечно, все мы преследуем цель развития региона. Наш крупный промышленный план и в плане человеческого потенциала регион, конечно, должен иметь перспективы развития. И поэтому именно взаимодействие торгово-промышленных палат и свободных экономических зон основная цель для нас. Вот Юха Хамаланин, например, в своем мнении сказал, что он тоже нашел здесь партнеров, приехав в нашу страну, это очень важно. И, в общем-то, такую задачу и мы ставили. И то, что по результатам нашей сессии нам было предложено подписать дополнительные соглашения, которые не планировались, это предложение по подписанию соглашения с Федерацией свободных экономических зон ФИМОЗа. То есть даже для нас это очень почетно, что Федерация свободных экономических зон Всемирная предложила Гомельскому отделению Белорусской торгово-промышленной палаты подписать соглашение о сотрудничестве. Точно такое, ну, подобное соглашение мы подписали с Белорусско-финской торгово-промышленной палатой. И если говорить о подписании рамочных договоренностей, конечно, это только маленькая часть. Это рамочное соглашение. А дальше это расширяет то поле взаимодействия и расширение деловых контактов, которые могут предоставить именно территориальное развитие. То есть, другими словами, работа по продвижению товаров под брендом сделана в Белоруссии, в Гомельской области еще впереди? Да. И еще одно мнение в тему разговора от руководителя группы свободных экономических зон торгово-промышленной палаты Сербии Драгона Костича. Внимание на экран. Мы рады видеть вас здесь, в Белоруссии. Если не сложно, поделитесь впечатлениями от Конгресса. Я очень счастлив. Это вторая конференция. Первая прошла в Белграде в прошлом году. И после этого Белоруссия организовала это мероприятие в Гомеле. Мне хотелось бы подчеркнуть, что у нас подписано соглашение со свободной экономической зоной Пирот, которую я представляю ИСЭС Гомель-Рато. Мы друзья-побратимы. Я очень рад быть здесь, в Гомеле, и уверен, что этот Конгресс пройдет очень хорошо. Это интересная тема по разработке новых преимуществ и льгот для представителей свободных экономических зон. Считаете ли вы успешным тандем свободных и специальных экономических зон и торгово-промышленных палат? Естественно, этот тандем успешен. К слову, я также являюсь председателем региональной торгово-промышленной палаты в сербском городе Ниш. И работа, которую мы проводим там, очень похожа на работу в СЭС. Мы занимаемся распространением информации среди местного населения, среди бизнесменов, а также занимаемся привлечением инвестиций. Распространяем информацию по преимуществам свободной экономической зоны, а также ведем бизнес, как торгово-промышленная палата. Спасибо большое за короткий, но такой познавательный разговор. Удачи вам! И еще одно интервью мы услышали. Ваши короткие комментарии. Вот еще один пример из опыта мировой экономики, когда действительно сотрудничество торгово-промышленной палаты и свободной экономической зоны приносит плодотворное действие. Не так ли, Антонина? Да, это наш старый друг. Он неоднократно бывал у нас в Гомеле. Мы неоднократно в Сербии с ним встречались. У них очень хороший тандем торгово-промышленной палаты и свободной экономической зоны. И я так думаю, что у нас может быть в республике несколько недооценено взаимодействие торгово-промышленной палаты и свободных экономических зон. Я думаю, после проведения нашего конгресса... Гомельский пример показательный. Да, я думаю, показательный. У нас единственное, это у нашей свободной экономической зоны торгово-промышленной палаты. У нас тройные соглашения подписаны. И с Финляндии Юха Хамалайен подписывала соглашение. Мы и торгово-промышленная палата. То есть мы идем в тандеме. Есть дополнение из зала, пожалуйста. Я бы хотела дополнить, что на самом деле система торгово-промышленных палат это уникальная система. И она распространена на всех континентах и во всех странах мира. И что касается Белорусской торгово-промышленной палаты, отделения представлены в каждой области. И каждая область имеет свои филиалы. Поэтому уникальная сеть дает возможность партнерам белорусским выходить на новые рынки. Причем в самые дальние регионы. Возвращаясь к Конгрессу, знаю, что параллельно с Конгрессом воспользовались возможностью и провели двусторонние, трехсторонние встречи с партнерами, не так ли? Да, по приглашению именно по линии торгово-промышленных палат были встречи грузинской делегации и молдавской делегации. Состоялась контактно-кооперационная биржа. Ну, я думаю, результаты в скором времени мы увидим. Очень хорошие отзывы. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорили на прошедшем Конгрессе и о новых видах деятельности свободных экономических зон. Ваши коллеги Антонина Изотовна из Гродно рассказывали о плодотворной работе над проектом в сфере туризма. Планируется ли на Гомельщине расширить направление работы в этом плане? В отдельную сессию было выделено направление это новые виды деятельности в свободных экономических зонах. Мой коллега из Гродно выступал. У них августовский канал. Есть такой пилотный проект. Он работает в рамках свободной экономической зоны, где предоставляются льготы ведения бизнеса. И это единственный пример в Беларуси? Да, это единственный в Беларуси. Мы присматриваемся. Мы специально вынесли это в отдельную сессию. Действительно, надо новые виды деятельности осуществлять, начинать осуществлять в том числе свободной экономической зоны. Вот мы подвергли изучению вот это направление. Пока только. Спасибо. У вас есть дополнение? Хочу дополнить. Вот мы должны сейчас определиться, как мы будем развивать наши свободные экономические зоны. То есть перспективы. И системы управления, и критерии отбора потенциальных резидентов. Здесь есть международный опыт, который мы должны, в общем-то, применять. И я хотел бы акцентировать внимание на том, что мы должны привлекать сейчас свободные зоны, не любых инвесторов, которые принесут деньги и начнут строить на соответствующей инфраструктуре. И наша задача, вот как в белорусско-китайском парке, поставлена задача привлечения резидентов, которые способны принести новейшие технологии. То есть мы должны выпускать ту продукцию, которая будет востребована и будет обеспечивать наше инновационное развитие. И, соответственно, вот эта работа ложится и на администрации, и на торгово-промышленные палаты, потому что надо выпускать инновационную продукцию. Это первое направление. И вообще в мире есть такой подход, что свободные зоны, они каким-то образом специализируются на отдельных видах деятельности. То есть необходимо управлять именно внутри тем, какие резиденты приходят, и чтобы какие-то выстраивать общие цепочки. То есть один резидент приходит, потом продолжение, следующий резидент продолжает действительность предыдущего. Своебразная кластер. Да, кластерный подход. Это очень важно. Он, конечно, может быть, не так легко реализуется, поскольку, наверное, у нас не очень большие такие зоны, сравнительно есть и большие зоны, особенно если посмотреть на Китай. И, конечно, еще есть такой вопрос, это территориальное распределение. То есть какова должна быть территория, какие участки включаются в свободную зону. Это тоже такой дискуссионный вопрос, и нам его необходимо решать. Но цель одна. Но и еще хотел бы сказать по взаимодействию торгово-промышленной палаты и свободной экономической зоны. Дело в том, что цели-то, в принципе, схожие. Они, мы, и у торгово-промышленной палаты, и свободной экономической зоны, это привлечение инвестиций, улучшение имиджа нашей страны на мировой арене. Поэтому неудивительно, что находятся точки соприкосновения. Я думаю, что какие-то могут быть возникнутся новые формы взаимодействия. Например, в части единых информационных порталов, там, создания, да, ресурса по продвижению интересов. Об этом, кстати, тоже говорили во время Конгресса. Эксперты говорили, что вот, в принципе, сети и те же самые мобильные приложения для телефонов, да, вот это важнейший и самый эффективный способ. Если мы возьмем, например, издание какого-то специализированного журнала, например, в Европе, да, вот мы решили издавать журнал, это будет стоить огромные деньги. А если мы сделаем качественный сайт и программы для мобильных телефонов, то это будет аудитория в тысячи раз больше, чем, например, издание какого-то бумажного журнала. И современно, и плодотворно. Да. Что ж, а я же напомню, что на протяжении программы мы подводили итоги Конгресса свободных экономических зон Северной и Восточной Европы. Одним из ведущих организаторов этого мероприятия выступила Всеверная Федерация свободных и специальных экономических зон ФИМОЗа. Какие перспективы дает Конгресс мнение председателя Федерации Хуана Торренса? Внимание на экран. Что вы можете сказать о Конгрессе по итогу двух дней? Каков ваш вердикт? Конгресс можно считать состоявшимся. Он был успешным, и важной частью Конгресса стали презентации о будущем свободных экономических зон, о логистике и других новых возможностях. И о том, как все это можно применять в будущих интересах страны. Мы говорили о важной Транссибирской магистрали, о возможности доставки товаров из Китая в Европу через эту магистраль в будущем. Сегодня она пересекает большую часть России. Только потому, что эта логистическая инфраструктура существует, это уже возможность создавать новый СС в разных регионах России, создавать новые рабочие места и обеспечивать таким образом достаток людей. У моей организации на сегодня есть два соглашения с Гомелем. Один со свободной экономической зоной, второй с Гомельским отделением торгово-промышленной палаты. Мы планируем сделать свободную экономическую зону Гомель-Ратон нашим представителям в североевропейских странах, а Сербия будет представлять нас на юге Европы. Так что Сербия и Беларусь, в частности Гомель, будут организаторами сети, объединяющей 17 стран, чтобы привлечь больше прямых иностранных инвестиций не в какую-то конкретную зону, а в целый регион. Что ж, уважаемые гости, как понимаю, перспективы достаточно большие. Время программы подходит к концу, и по традиции у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы поставить свою точку в сегодняшнем разговоре. Марина Владимировна, вам слово. Ну, в целом, сразу мне хотелось бы сказать, конечно, это огромный опыт, и я очень благодарна команде свободной экономической зоны Гомель-Ратон за наше совместное партнерство по организации этого мероприятия. И очень важный момент, который хотелось бы отметить. Все равно две организации, три организации – это очень мало. В данном случае сработала команда многих-многих организаций в Гомельской области. Безусловно, орган власти, область полкома – это огромная поддержка во всех этих наших начинаниях. И очень приятно, что было очень эффективное, понимающее партнерство предприятий, большого числа организаций наших гомельских, без участия которых успешность Конгресса была бы под большим вопросом. Это командная работа. Года четыре назад, Владислав Александрович, в Гомеле часто звучал слоган «3И» «Инновации, инвестиции, инициатива». Время меняется, а актуальность этих фраз остается в силе. Я думаю, это так. Но я хотел бы сказать о значимости вот этого Конгресса для работы Палаты представителей для развития законодательства. Уже сейчас формулируется конкретное предложение. Я хочу сказать, у нас возникла такая здоровая дискуссия с Министерством экономики, и это все эксперты отметили по вопросу развития свободноэкономических зон. И сейчас и многие эксперты, и Министерство экономики, и Палата представителей, я лично, мы видим конкретное направление развития законодательства. Это важнейший момент. Но и мне хотелось бы пожелать организаторам, поблагодарить их за приглашение, для участия в этом Конгрессе. И пожелать все-таки, чтобы наши благие намерения, которые уже положены в определенное соглашение, договора, преобразовались в конкретные договора, и пришли новые инновационные резиденты. И наша область Гомельская и Беларусь в целом развивалась динамично в этом ключе. Поэтому спасибо большое за участие в этом Конгрессе, за его организацию, и успехов, всегда готовы к сотрудничеству в этом направлении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотела бы, конечно же, всех поздравить с тем, что у нас такое мероприятие вообще прошло в Гомеле. Это очень важно, очень важно. Мы сейчас занимаемся осмыслением того, что произошло, но это очень важное мероприятие. И, конечно же, то, что оно прошло хорошо для нас, это важно, но самое главное – это дальнейшее использование тех наработок, которые были сделаны на этом Конгрессе. Спасибо всем большое, всем, кто принял участие в Конгрессе, нашим партнерам, торгово-промышленной палате, органам власти, потому что была очень огромная поддержка. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok